Теперь поговорим немножко в целом о символике Нишкана. Построят мне святилище, и я буду обитать среди них. То есть и сделай, 25-й, 8-й и 25-й, 9-й стих, сделай все в соответствии с тем образом шатра и теми образами предметов, которые я показываю тебе. И так же пусть все делают в будущем. Имеется в виду в будущем, только что после Нишкана еще были храмы, да? Сколько храмов было? Два храма, да? Вы понимаете, что Маше видел нечто, что описал. И вот эти покровы, это все в небесной схеме, они выглядят немножко по-другому, да? Но это все несет определенный символический смысл. Вот. И построят мне святилище, и я буду обитать среди них. И Маше услышал это, спросил Всевышний, говорит Медраж. Ведь небеса, небес не могут вместить тебя. Ответил его Всевышний. Это не так, как ты думаешь, Маше. Построю шатер из двадцати балок на северной стороне и двадцати в южной, и восьми на западной, и я спущусь на землю, и явлю себя в этом ограниченном пространстве. И интересно, что мудрецы, да, называют северное амаком, место. Это будет место. Мы сегодня читали, помните, в русской варианте Эстер, да, там сказано, что Бог не дал сон. Солю, в действительности сон не шел к солю. Имя Бога не упоминается в Эстер явном виде. Но есть имя Бога, маком. Я приду, да, из другого места. Ага, маком. Место. То есть одно из мест. Место. Еще. Отметьте. Слово мешкан, шатер, мы уже говорили о словах, да, мешкан, место жительства. Близко со словом мешкон, залог. Это намек на то, что шатер и храм, они являются залогом. Залогом чего? Залогом спасения, да, через Сына Божьего Ишуа Мессия. Хорошо. И когда они строили уже мешкан, это было своеобразной уже символикой. И говорится, что в Новом Завете есть тоже некоторые упоминания, да, о Скинии. Вот. В Новом Завете, например, Иоанна, 1 глава, 7 по 14 стих. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Мы уже говорили о слове свидетельства, идут, эда. И свидетельство – одно из функций храма, да? Потому что когда храм и Скиния стояли среди Израиля, все имели явное свидетельство, что Господь живет в Израиле. А мы сейчас имеем свидетельство каким образом? В самих нас, да? В самих нас. И свидетельствует, помните, мы говорили, дам – кровь, маем – вода и рух. В этом случае говорится дочь Сиона, да. Кто носил такую фамилию? Бац. Бац Сион. Мы все знаем этого человека. Его настоящее имя – Карл Бац. Но по имению, которое он был, а имение его было Артаньян, Дартаньян. Знаете, что Дартаньян был евреем? Во-первых, вы знаете, что Дартаньян был историческим лицом. А во-вторых, он был из Маранов. Так же самое, как Дэ Рибас. Вот тебе и Бац Сиона. Карл Бац. А? Да. Это, значит, Захария. Вторая глава, 10 стих. Веселись, дочь Сиона. Дочь Сиона. Хорошо. И по комментариям Равина Шмона Рафаэля Гирша, скажут, что это произойдет, если они осветят себя для этого. И Господь является спасительным шалашом, которым мы можем найти защиту от врагов, помощь и восполнение всех наших нужд. И есть еще какая-то скиния, которая будет в Откровении. Откровение 21.3. Услышала громкий голос неба, говорящий, «Се скиния Бога». Скинау, Шахан, Мешхан. Скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. В Откровении 21.21 по 27 стих есть описание небесного Иерусалима. В смысле, есть описание Иерусалима уже последнего времени. Да, 12 ворот, 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улицы города чистое золото, как прозрачное стекло. Да, вот. Современный Иерусалим, он не такой. Да, тот Иерусалим, который спустится с неба, как сказано, и небесный, и земной Иерусалим, как бы, станут едины, он будет выглядеть так. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог сидит, держите, храм его, и агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения всего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота не будут запираться днем, это значит полная безопасность, да, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничего нечисто, и никто о преданной мерзости, лжи, а только те, которые написаны у агнеца в книге жизни». И здесь мы еще говорили утром, да, и вот поразмышляем, я еще посмотрю по номерам Стронга, дома жалко, что мы компьютер не захватили. Насчет того, находился ли золотой жертвенник в послании евреям, да, здесь сказано, здесь сказано, что, значит, была скиния, девятая глава, ибо устроена была скиния первая, которой был светильник, трапеза, предложение хлебов, и которая называется святое, а за второй завесой была скиния, называемая святое святых, да, кношка тшим, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета. Значит, видите, интересно, имевший золотую кадильницу. И было такое мнение, может быть, и я так вот попал под такое мнение, что некоторые говорили, а хоть каждый золотой жертвенник оказался там, да. Но надо посмотреть, действительно, как употреблено слово кадильница. Если имеется в виду кадильница в смысле совок, или такая кадильница, как переносная, то тогда не имеется в виду золотой жертвенник, и тогда описание правильное. Потому что раз в год с чем входил? С кадильницей. Да, я вот благодарю моего брата, который, так сказать, правильный дал медраж. Первосвященник с этой кадильницей, то есть кадильница не стояла там постоянно, а с ней входил. А здесь она, что принадлежала к этому кадильнице. Да, во всяком случае, если у нас будут еще другие толкования, мы как-нибудь над этим местом поразмышляем. Хорошо. И мы видим, что Ишуа Мессия, если бы он оставался... Даже левиты не заходили, так? И только у святого святых, и только один раз, да, вот, мог зайти Пересвященник, который приносил сначала жертву за Израиль, да, жертву за себя, и если он был достаточной степени очищенный, он шел туда. И то он не имел гарантии, что он оттуда вернется. Хорошо. И еще есть храм, который создан нерукотворно. Это храм во времени, который есть суббота. И вот поэтому, не имея сейчас храма, мы все равно можем совершать храмовое служение. Когда? Когда мы делаем шаббат. Совершенно верно. Теперь немножко о символике. Жертвенник всесожжения. Жертвенник всесожжения. Мы, помню, говорим, что символика жертвы всесожжения – это что? Жертва Ишуа и крест. Да? И крест, на котором осуществлялась эта жертва. Рога символизирует Божью силу, Божий авторитет, Божья власть. «Помазание рогов кровью жертвы за грех указывало на примирение с Богом посредством крови Ишуа». Да. Вот если, сказано, если человек совершал убийство, но по каким-то, ну, неосознанное убийство, да? Неосознанное убийство. Его нужно было убивать? Нельзя было, да? Но он должен был где-то спастись. Если он не убегал в город, где были убежища, да, его могли убить. Но если бы кто-то пытался, пытался убить вот этого человека, которого не надо было убивать, как вы думаете, совершил бы он тогда грех убийства? Да. Чтобы избежать вот этого убийства, да, была такая традиция. Если он не мог убежать, то, по крайней мере, он должен был что? Дотронуться до рога. И если он дотрагивался до этого рога, то тогда все нормально. Все нормально. Тогда все нормально, проблем нету. Сейчас я посмотрю, в каком из конспектов есть у меня описание этого. И тогда никакой проблемы не существует. Все. Он касался рога, и он оставался целым. И убийца не имел права его преследовать, и он мог спокойно уже мирно дойти до города убежища. Но если он не касался этого рога, то все могло произойти. Правда? Хорошо. Итак, это спасение, это место спасения нашего. Да? Жертвенник – это место нашего спасения. Это место нашего спасения. Это место прощения. Там закалывались все жертвы, и человек получал прощение. И это место уничтожения греха. Когда сжигалась жертва или определенные части, то человек получал прощение. Внутренности сжигались, в частности, почки и туг. Это символизирует внутреннего человека. Огонь горел на жертвеннике. Огонь, который загорелся на первом жертвеннике – это какой был огонь? Да? Сошедший с неба. И если кто-то пытался зажечь другой какой-то огонь, или прийти с курением, зажженным от другого огня, то что получалось? Да. Очень плохо ему было, да? Да. Чуждый огонь. То есть, это огонь Божий, дух Божий, да? Дерево – это крест. Помните, дрова нес на себе исхак. И что на себе нес? Что? Крест, да? Жертва – это жертва, да, которая лежит. Невинное животное, которое умирает за чужой грех. Так, пепел из-под жертвенника, выносив из-за стан, это то, что стало себе нечестивым. Они не пришли к примирению с Богом в крови Ишуа. Но даже пепел был свят. Его нельзя было выбрасывать на мусорку, нельзя было использовать на огороде в качестве удобрения, да? Собирался он в определенное место. Умывальник. Умывальник. Сейчас подробно о нем не говорили, но он был сделан из меди с подножием из зеркал. Исход 38 глава 8 стих говорит об этом. Божий закон. Символизировал Божий закон. Значит, один раз омывался священник полностью. Это когда? Когда он первый раз приступал, бенефис его был, да? Но в последующий раз он только что омывал руки и ноги, да? Видите как? Омытому нужно только ноги омыть. Ну и руки тоже, естественно. Я думаю, что для Ишуа во времена пасхального садора мыли и руки. Ну просто это было обычно для всех, и на это не фиксировали евангелисты внимание. А вот то, что ноги, это уже было нечто удивительное. Это было нечто удивительное. Мы говорили, что в умывальник не запихивали руки или ноги для того, чтобы помыть, да? Сливали либо черпаком, либо позднее в Соломон установил специальные такие вот краны, из которых умывались. И вы помните, что евреи, они не умывают руки. Вот заметьте, интересно, когда у нас моются или умывают руки, как делают? По струю, да? А оказывается, в Америке и в западных странах наливают, там все умывальники снабжены пробками. Наливают умывальники и в этой как бы миске полощут руки. Знаете, для чего это было сделано? Вот это. А может быть для того специально, что это было не похоже на то, что делают евреи. Если кто-то делал что-то похожее на то, что делали евреи, да, в временной инквизиции он мог очень просто попасть на костер или что-то с ними еще неприятное делали. Возможно и это. Вот даже вот такая разница. А в восточных не было церквях инквизиции. Поэтому такая традиция сохранилась. И руки мы моем как? Да, как евреи проточны водой. Хорошо. Медный умывальник как символ очищения. Он участвует во всех обрядах. И представляет собой что? Омовение, да? Омовение, очищение. Почему моют ноги и руки? Ногами мы что? Ходим. Мы загрязняемся в этом мире, да? А рука это наше действие, да? Если нечистые поступки, ну вот, если нечистые поступки совершаются, да? Вы помните первое, что должен сделать традиционный еврей? Омыть руки. Некоторые евреи говорят, а вдруг он ночью случайно касался некоторых частей своего тела. Знаете, что еврейская традиция заставляет детям спать, чтобы у них руки были где? Под одеялом или на одеяле. На одеяле, особенно с темальчиком. Поняли почему? Поэтому руки и ноги, это важно. Хорошо. Интересно, что в храме Соломона умывальник назывался ям. Море. Ям это не только море, но и водоем, емкость для воды. Ну, славное море, священный Байкал. Байкал уже не море, правда? Но это водоем. И есть еще в откровении стеклянное море. И на этом стеклянном море стоят победившие звери, да? На этом стеклянном море. Это особые святые, которые стоят на стеклянном море. Что это такое, мы не знаем. Но именно особый, вот свет, чистота, яркий такой цвет, помните, березы, да? Сапфир. Сапфир березового цвета. Цвета, как мы говорим, морской волны. И это нечто, какая-то поверхность такого цвета, на которой стоят все святые. Было святое, как мы говорили, и святое святых. Святом находились хлебопредложений, светильник и жертвенник курения. В отличие от хлебов и светильника, которые находились против друг друга, жертвенник курения стоял после них, как бы сзади, еще дальше, непосредственно перед самой завесой. Мы, прежде чем приступить к святильнику, хлебам предложения, да, значит, попасть в святое могли далеко не все. Туда входили священники, и причем те священники, которые были уже очищены. Не обращенный человек не мог находиться и может находиться в Божьем присутствии. И мы все точно, мы находимся духом, когда мы вешу, но, я думаю, физически, если, как говорить, наши, мы еще далеки. Правда? Да. Да, в 106. Телом во дворе. Если такое правильно. И жертвенник курения был предназначен для благовонных курений. Там была особая смесь, там были особенные смеси, которые влижали в себе и растительные, и животного происхождения. Причем не было никаких нечистых туда вещей, вот, не употреблялся мед. И смесь для курения, если будет у нас еще дополнительное время, мы об этом поговорим. Я просто сейчас не хочу, я вижу, что мы очень, если подробно будем говорить, да, мы не все успеем. И смесь для курения, если кто-то пробовал применять для каких-то других целей, что сделал с ним? Наказывался смертью. Тот ладан, который используют в православной церкви, это только напоминание. Он не содержит всех составных вещей, которые были именно в скине. Да. И так же, как и помазание. Еще меня спрашивали, отличается ли помазание, которое мазала Иешуа Мирьем, да, и то помазание, которое использовалось в храме. Отличалось. Потому что это помазание, да, это было какое? Скорее всего, то, что использовали женщины мира. То есть, благовоние, используемое в быту, но благовоние, используемое в храме, да, тут суть не в том, что он был помазан благовониями храма, в том, что она дала ему самое драгоценное, что имела вот в этом, вот в этом смысл. Вот в этом смысл. И святой святых, и в святом святых, как мы знаем, находился ковчег, да, и туда можно было только прийти с жертвенной кровью и с огнем, да, на котором находились благовония. С огнем, на котором находились благовония. В одной руке входящий священник и ел совок, вдруг с благовониями и огнем от жертвенника в другом, он имел кровь, да? В другой руке он имел кровь. Хорошо. Значит, мы уже говорили. Жертвенник сожжения – это символ власти, высшего авторитета Бога. Возлагали руку на жертву. Исповедание греха. Так, это признание вины, ведуй. Потом, при перекладывании греха на голову закладывая жертвы, как мы сделали, перекладывая свой грех на Ишуа Мессия. Заклание жертвы перед жертвенником, искупление совершенного греха, мы используем жертву Ишуа Мессия. Поэтому, естественно, что мы жертву в физическом смысле не приносим. Крапление кровью на священниковый народ, освящение выражено в искуплении и оправдании кровью Ишуа Мессия. Оставшаяся кровь, вылитая к подножию жертвенника, кровь, которая не являлась средством спасения человека, она является причиной его осуждения. И Господь обращает кровь сосительно на голову нераскающегося жертвенника. Помните, часть использовалась в храме крови, да, а часть крови выливалась. И вот когда закалывали 500 тысяч или 200 тысяч вот этих паскальных агнцев, да, как вы думаете, сколько там крови было? Много. И все это выливалось у основания жертвенника. Там была специальная щель, которая ввела в какую-то глубину. И куда эта кровь уходила, да, никто не знает. И кровь, да, уходила в бездну, в шевол. Поэтому есть кровь, которая жертва идет к спасению, да, и есть кровь, которая ведет к осуждению. И есть кровь, которая ведет к осуждению. Хорошо. Медный умывальник, так мы говорили. Умывальнику допускались священники. И к умывальнику не допускались обычные люди, которые приходили, да. То есть обычно идущий храм просто совершал мику. Но умываться из умывальника могли только священники. То есть искупленные и оправданные кровью Ишуа, рожденные свыше дети. Но мы нужны постоянно. Погружение в воду, но омываться, словом, надо постоянно. Хорошо. Присутствие священника в святом отделении святилища – это пребывание в Боге. Свет от святильника – Бог и Его Слово. Успеваете записывать? Хорошо. Священник в святом, да? Это пребывание в Боге. Свет от святильника – я сейчас ссылки не записываю. Захотите, я вам дам. Кто подробнее хочет, возьмет. Да? Свет от святильника – Бог и Его Слово. Семь лампад святильника – полнота Божьего введения, открываемая священству Святым Божьим Духом. Приготовление, очищение святильника и зажигание лампад – это что? Наше очищение от нагара, мы говорили, от нечистоты, которые собирают специальные салки хата, и зажигание лампад. Причем, опять-таки, не гасились никогда все лампады. А как делалось? Некоторые лампады очищались, да? Но огонь на миноре горел постоянно. Затем переходили к очищению других лампад. Допустим, сначала слева, потом справа. Значит, пресные хлебы. Пресные хлебы, да? Чистая духовная пища. И эти опресники, как на Пасху, они не должны были содержать никакой закваски, да? И еще бесквасен. И он сказал, а мы находимся сейчас во святом, что мы тоже должны быть какие? Бесквасные. Хлебов было 12 штук, вы помните, и они от каждого колена Израилева. Да? То есть, каждый из нас может принести хлеб. Мы будем говорить о жертвоприношении и символы хлебного жертвоприношения. Хорошо. Смена хлебов в субботний день. Обновление. Понимание Слова Божьего. И Новый Свет. Хлеб испеченный из двух амор. Амор – это мера такая. Муки. Да? Для двоих по амору человека – символ духовной пищи и личных отношений с Богом. Два амора. Муки. Да? А мы используем что в субботу? Две халы. Да? Две халы. Хорошо. Число хлебов – 12 по 6 в ряд духовной пищи для избранных. Еще хлебы поливались специальным благоводным маслом. Да? Оливковым маслом. Вот. Назывался лаван. Это не тот елей, который использовался для елея помазания. Да? И не тот елей, допустим, который использовался для каких-то других средств. Да? Это специальный. Специальный лаван. Специальный, в который повреждались хлебы. Предложение. И если мы елеем, хлеб в жизни – Иешуа. А елей – это символ чего? Для кого? Духа Святого. Да? Духа Святого. Так. Жертвенник курения располагался перед завесом. Да? Это хождение перед Богом, пребывание в непорочности. Перед завесой. Лепанав. Да? Лепней. Перед лицом Бога. Ходил. Помните? Перед Богом ханах. И не стало его. Курение совершалось утром и вечером. Перед завесой. Пребывание перед лицом Бога – символ личного посвящения и постоянного принесения жертвы. Жертвы какой? Молитва. Это что есть жертвы? Фимиам. Да? Молитвы святых. Фимиам. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.